Георгий Тибилов победитель греко-римская борьба. Впечатления от этого финала какие у тебя? Конечно положительные, хорошие. Так мы не прошли подготовку к этому турниру, нам сказали, буквально за неделю, за две недели. Но турнир отличный, хорошая организация и соперники, даже мало соперников, но они все достойные, сильные. Про финалиста что можешь сказать? Вы недавно боролись? Да, мы недавно боролись на первенстве России среди юниоров. Там я ему уступил 4-1 и сейчас взял реванш. Довольно. Тебе дали два партера, ты именно на это и делал, чтобы заработать активность? Ну, нет, я хотел, конечно, в стойке найти, но мы оба друга хорошо знаем и в стойке тяжело найти на таком уровне. Еще между собой, между Россией найти в стойке действия. Так и пришлось по тактике действовать. Тактика была такая, но я готов был и в партер встать. Я думал, мне идут, но я чуть-чуть активней, я не хотел в партер, но думал, что меня поставят. Я был готов и к партеру, чтобы он был сверху. За лидерами своей весовой категории следи. Конечно. Кто можешь сказать про Сергея Емельина, про Степана Мариняна? Когда-то они были, как и мы, подрастающие. Так что мы их догоняем и догоним. Но и такой, таков есть спорт, что когда-то ты выигрываешь, потом приходит новое поколение. С кем-то из них доводилось бороться, тренироваться? Нет, 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 бороться не доводилось. А на тренировках? На тренировках нет, я юниоры только закончил. Я практически года три там только тренировался на сборах по мужикам, не ездил на сбор. Только знаю, их на турнирах вместе боролись, и до них я не доходил. А с кем бы хотел больше побороться? Со Степаном Мариняном, хороший, техничный, лидер как-никак, чемпион мира. Ну, он очень техничный, и на нем можно вырасти. Просто побороться на схватке, и это будет большим плюсом. Здесь по чемпионам мира является японец. Что про японцев можешь сказать? Тоже интересный парень? Тоже интересный. Они такие какие-то гибкие, физически сильные. Но к ним нужен подход правильный. Думаю, правильно схватку поставить, не можно победить. Мы подготовкой ничем не отстаем от японцев, от американцев, не от борьбы. Мы лучше всех. Просто, может быть, неправильно поставили они борьбу. Ну, и бывает, что один днем выиграл, но не пошло, может, у него из-за этого. И у Емелина, и у него. Мы о тебе мало знаем. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в борьбу? Во сколько лет? Как начал заниматься? Как все-таки у тебя фамилия, которая скорее для вольной борьбы? Как ты выбрал греко-римскую борьбу? Ну, я лет восемь пошел на борьбу, семь. Ну, просто возле моего дома был зал, и дома у меня никто не занимался. Меня мои друзья отвели, сказали, пойдем. И мне понравилось, я даже сам не понимал, как, что. Просто ходил, ходил, ходил. И думаю, вот борьба, мой тренер, самокайфнард, много в меня вложил. И если бы не он, я бы, ну, вообще бы, наверное, мог бы, так сказать, может быть, спортом вообще не занимался бы. И этот спорт дал большие плюсы мне, моей семье, что я не остался на улице. Вот сейчас такое время. И тогда было такое время тяжелое, и надо было чем-то заняться, и вот я выбрал правильный путь. А свою первую победу, которая сказала тебе, что направила тебя на то, чтобы ты остался, выбрал именно спорт, а не что-то другое. Помнишь, вот можешь о ней рассказать? Я, как пришел в спорт, сразу, как я чуть-чуть начал понимать борьбу, я уже знал, что я до конца дойду. У меня одна дверь, я в нее хочу выйти, и все. Больше нет у меня.